Повышение тарифов, компетенция органов государственной власти. Повлиять на стоимость услуг депутаты городского совета не могут. В этой ситуации их задача объяснить мариупольцам, как можно сэкономить семейный бюджет, воспользовавшись субсидией. Та политика, которая започаткована, заложена правительством, она базируется на компенсации в виде субсидий. И расчет идет только на то, что население страны, которое доход среднестатистически, будет вынужден брать эту субсидию и как вариант это спасет ситуацию. Оформить субсидию с недавнего времени стало проще. Для этого необходимо заполнить декларацию и написать заявление. Для тех, кто в прошлом году уже пользовался этой услугой и у них не произошло изменений в доходах и в составе семьи, субсидия будет начисляться автоматически. Если же вы впервые будете обращаться за субсидией, либо у вас произошли изменения. Во-первых, об изменениях нужно сообщить. Очень внимательно нужно относиться к источникам дохода. Получение субсидии настолько упрощено, что работающий человек, например, не нужно ему писать декларацию, какой у него доход и все так далее, если у него место работы одно. Вам не надо вспоминать, сколько вы получили дохода за определенный период, допустим, за год или за три месяца. Вы просто напишите, что у меня вид дохода пенсия, или у меня вид дохода заработная плата, или у меня вид дохода алименты, или у меня вид дохода стипендия. И организация, которая вам этот доход дала. Пенсионный фонд, либо, допустим, кто получает заработную плату, допустим, такое-то, такое-то предприятие. Получение субсидий овеяно рядом мифов, особенно среди людей старшего поколения. Так многие боятся, что у них отберут квартиру или ее будет невозможно продать. Все это лишь слухи и с точки зрения закона они ничем не подкреплены. Задают еще один вопрос на уровне мифов. Если мы получим субсидию, наши дети или внуки должны будут ее в последующем возвращать. Это тоже неправда. Вы получаете субсидию единоразово, единовременно и она возврату не подлежит. Объяснить, что такое субсидия и как правильно ее оформить – главная задача городской власти, считают мариупольцы, пришедшие на встречу с депутатами. Сегодняшняя встреча, я считаю, дает ответы на многие вопросы. В частности, это незащищенные категории людей, это безработные или люди, которые не получают зарплату, а также инвалиды. И такие встречи надо проводить как можно чаще и доносить людям эту информацию, потому что наше общество еще не совсем готово к развитию таких дальнейших событий. Кроме информационной кампании, городская власть прилагает максимум усилий, чтобы обеспечить мариупольцам комфортные условия при оформлении субсидий. Основной поток желающих сделать это ожидается с началом отопительного сезона. Наталья Евангелистова, Виктор Зубенко, информационная программа «Зеркало».